Вернусь опять к Night Lab и расскажу об очень забавной и полезной, на мой взгляд, фиче под названием Storyline. Тоже не думаю, что определение на слуху, поэтому сначала покажу. Это вот такой интерактивный график на странице вашего сайта, где указываются изменения каких-то показателей по годам с описанием того, что в этом году происходило. В данном случае это график привлечения пожертвований благотворительным фондом подсолнух, который по легенде начал работу в 2012 году, а закончил в 2022. Все имена и названия вымышлены. Поехали. Значит, это у нас Night Lab. Рассказывал в одном из скринкастов про Джакстепоуз. Также с этого сайта. Ссылка в описании. Мне очень нравится все, что здесь есть, и я рассказал бы про все. Например, вот это вставляет звуковое сопровождение в текст. Но мы все-таки зашли сюда ради Storyline. Делаем. Тут, как и в других сервисах Night Lab, все подробно описано. Но все равно есть ряд нюансов, которые пришлось постигать методом логического тыка. Начинается все с таблицы на Google Диске, ссылку на которую нужно вставить вот сюда. Название таблицы это для вас, оно нигде не фигурирует в первой строке название колонок. Оно также нигде не фигурирует, но называть нужно. Не знаю, не пробовал подхватит ли русский, но ничто не мешает вам написать по-английски. Причем любую тарабарщину, главное понимать, какая тарабарщина, про какую колонку. Колонки 4, в одной дата, в моем случае года, но это не важно. Далее дейта, собственно числа, ну те значения, по которым вы будете строить график. В моем случае это рубли. Далее контент, это текст карточки и тайтл, название карточки. Столбцы могут быть в любом порядке, но так просто удобнее. И первое значение у нас, скажем, 2017 год. Тут текст карточки, тут название заголовок, тут значение. Лучше сразу установить числовой формат, а то он бывает в дату может преобразовать число и все сломается. К сожалению, он не понимает пробелов, и если у вас величины в миллионах, это некрасиво. Никто не поймет, что там написано. Вот это вот, это вот сколько. Хотя если числовой формат, может и поймет. Сейчас попробуем, но у меня вроде не понял. Ну и дальше заполняете таблицу. Год, число, текст карточки, заголовок. Все. Предположим, готово. Теперь надо опубликовать документ в интернете. Можно, кстати, выбрать, какой именно лист вы опубликуете. Да и вообще публикации в интернете это полезная функция Google Doc. И теперь берете эту ссылку. Можно посмотреть, что получилось. Да, все нормально. И теперь берете эту ссылку, вставляете вот сюда и load. Теперь выбираем, какой столбец про что. Я говорил, что можете писать тарабарщину, но у меня тут все понятно. Time это year, год. Data это data. Title это title. И текст это контент. Далее обязательно выставить, в каком формате будет дата. И сюда вы вводите название величин, по которым строится график. В моем случае это сумма пожертвований. В рублях. Надпись эта будет на графике. И все. Create Storyline. Нет. Не подхватил он пробелы. Да, не умеет. Но в целом все вот так. У нас есть значение на графике и описание с заголовком. А числа сейчас пойдем исправлять. Теперь все исправления вы можете делать в гугл таблице. Они будут отображаться на графике автоматически. Ну, после публикации. Значит, если говорить о миллионах, то лучше использовать десятичные дроби. А в описании просто написать, что исчисляется в миллионах. Десятичная дробь обязательно с точкой, запятую он также не понимает. Все. Так как у нас не опубликован Storyline, смотреть мы можем только здесь. Здесь же его надо обновить. Ну, точнее, создать как будто бы заново. Все. Значение подхватил. И здесь нужно указать, что мы измеряем в миллионах рублей. Вот такую таблицу на скорую руку я заполнил. И идем добавлять на сайт. Здесь также есть прямая ссылка, которой можно просто поделиться. Но на сайте, конечно, смотреться это будет гораздо круче. Мы это добавим. Ох, это Jack's Depos из предыдущего скринкаста. И Scarlett Johansson из Stable Diffusion. Ну, мы, наверное, добавим все-таки в отчеты. Так будет правильнее. Значит, добавляется просто как новый блок. Вам нужен произвольный HTML. Берете iFrame и вставляете вот сюда. Да, выглядеть будет вот так. Обновляем. Идем проверять на сайт. Ох, на сайте выглядит еще лучше. Богато выглядит на сайте. Сервис бесплатный. Если вам понадобится что-то добавить или поменять, вы просто меняете все в своей Google таблице, и он автоматом подхватывает это на сайте. На мой взгляд, очень большое подспорье. Не нужно вам, поделитесь с другими. Точно кому-то пригодится. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. Этипалийца социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!